Привет, друзья! Всем доброго времени суток! В эти дни российская хоккейная молодёжка проводит супер-серию в Канаде, и на днях россияне выиграли свой первый матч. Надо сказать, что до этого российская молодёжная сборная проиграла 4 встречи, а ведь когда-то всё было абсолютно иначе. Да и само название супер-серия звучит достаточно громко именно из-за своих исторических корней. Так почему бы нам не вспомнить историю настоящих, основных и первых супер-серий между российскими и североамериканскими хоккеистами? Сегодня мы вспомним с вами о первой супер-серии 1972 года, пожалуй, самой знаменитой. Вообще, идея проведения серии между советскими и канадскими хоккеистами появилась в начале 70-х годов, а окончательно сформировалась во время чемпионата мира, прошедшего в апреле 72-го. Было решено провести 8 матчей, по 4 в Канаде и в Советском Союзе, по основным международным правилам, которые в то время предусматривали двух судей, имевших равные права. Примерно за два месяца до старта супер-серии обе федерации поставили в стороны соперников, тренеров-разведчиков. В СССР поехал Джон Малилан и Боб Дэвидсон из Торонто Мэйпл Ливз, а в Канаду были отправлены Аркадий Чернышов и Борис Кулагин. Из-за разногласий между Национальной хоккейной лигой и недавно созданной Всемирной хоккейной ассоциацией, в Суперлиге не принял участие один из самых известных канадских нападающих Бобби Хау. Произошло это из-за того, что НХЛ настояла, что в сборной Канады будут только хоккеисты из этой лиги. В команде же Советского Союза отсутствовал один из лучших нападающих того времени, армеец Анатолий Фирсов. Сборная СССР прилетела в Канаду 30 августа. Первый матч Суперсерии состоялся 2 сентября 1972 года в Монреале. За первой игрой серии наблюдало несколько миллионов человек в Европе, более 25 миллионов канадцев и американцев и около 100 миллионов телезрителей в Советском Союзе. Причем в СССР из-за разницы во времени, а в Москве на момент начала игры было 4 часа утра, игру показали только вечером 3 сентября. В самой же игре произошло нечто действительно неожиданное. Хозяева льда проиграли советским хоккеистам со счетом 3-7. По местному же Монреальскому времени игра началась в 8 часов вечера. Местный форум был заполнен публикой до отказа, а на встрече присутствовало правительство Канады во главе с премьер-министром Трюдо. Зрители тепло приветствовали сборную СССР, и буря оваций встречали объявления имен игроков сборной Канады. Для советских игроков это было очень необычно и оказало немного подавливающее психологическое воздействие. Торжественная часть продлилась почти 30 минут и завершилась символическим выбрасыванием шайбы Трюдо. Через 30 секунд после начала встречи Фил Эспозита посылает отскочившую от третяка шайбу в ворота. А в начале седьмой минуты матча Бобби Кларк выиграл выбрасывание, шайба попала к Рону Элису, который передал ее Полу Хендерсону. Последовал бросок и шайба оказалась в воротах. После этого советские хоккеисты стали исправлять ситуацию. Сначала в позиционной атаке отличился Зимин, а затем в контратаку убежали Михайлов и Петров, последний из которых добил отскочившую от Драйдена шайбу в ворота. Сборная СССР вышла вперед во втором периоде благодаря двум голам Валерия Харламова. Эти шайбы настолько запомнились в ротарю канадцев, что он их подробно описал в своей книге. В начале третьего периода сборная Канады предприняла штурм в ворот 3К, и Кларку в одном из эпизодов удалось забить одну шайбу. Однако больше сил, как признались потом канадцы, у них не осталось. И советские хоккеисты в свою очередь продолжали наращивать темп, что в итоге вылилось в еще 3 шайбы в ворота канадцев. На следующее же утро, кстати, Валерию Харламову предложили миллион долларов за то, чтобы он перешел в НХЛ. Второй матч суперсерии состоялся 4 сентября в Торонто, а в составе канадцев появилось сразу 8 игроков, не вышедших на монреальский матч. Все замены полностью оправдали себя, и канадцы выиграли со счетом 4-1. А лучшими игроками матча были признаны братья Тони и Фил Эспозита, а также вратарь сборной СССР Владислав Третьяк. Третий же матч состоялся уже 6 сентября в Виннипеге, и матч завершился в ничью со счетом 4-4. Эта встреча, кстати, так и осталась единственной, в которой была зафиксирована ничья. 8 сентября в Ванкувере состоялся 4-й и последний канадский матч суперсерии. По итогам игры сборная СССР праздновала вторую победу, победив со счетом 5-3. У сборной СССР дублем отметился Борис Михайлов, который был признан одним из лучших игроков матча вместе с Филом Эспозита. Перед ответными играми в Москве команда СССР вела в общем счете 2 победы, 1 ничья и 1 поражение. У команд появился перерыв 2 недели. А 20 сентября сборная Канады прибыла в Москву. Пятый матч суперсерии состоялся во дворце спорта в Лужниках в Москве 22 сентября 1972 года. Трибуны арены были заполнены до отказа. На игре присутствовал большой любитель хоккея, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Уколо 3000 болельщиков приехали из Канады поддержать свою команду. Игра закончилась со счетом 5-4 в пользу советских хоккеистов. Причем после двух периодов канадцы ввели со счетом 3-0. Шестая игра серии состоялась 24 сентября. В этом матче травму получил Валерий Харламов. Канадец Бобби Кларк нанес ему рубящий удар по лодыжке. Потеряв ведущего нападающего, советские хоккеисты уступили в матче со счетом 2-3. А все шайбы были заброшены во втором периоде. Седьмой матч серии состоялся 26 сентября. Сборная Советского Союза играла без травмированного Валерия Харламова и уступила со счетом 3-4. Дважды отличились Фил Эспозит и Александр Якушев, которые и были признаны одними из лучших игроков матча. Восьмая же решающая игра суперсерии состоялась 28 сентября 1972 года. Канадцам была нужна исключительно победа. У сборной СССР была лучшая разница шайб. Матч в какой-то момент находился под угрозой срыва из-за недовольства гостей с судьями, назначенными на решающую игру. Советская сторона настаивала на паре судей из ГДР, канадцы, нашведей и чехи. В результате был найден компромисс, каждая команда выбрала по одному арбитру. К концу второго периода преимущество сборной СССР составляло две шайбы. Александр Якушев и Валерий Васильев довели результат до 5-3. Но удержать преимущество не удалось. Фил Эспозита и Иван Курнуайе счет сравняли, а за 34 секунды до конца встречи, Пол Хендерсон после трех добиваний сумел протолкнуть шайбу в ворота Владислава Третьяка. Советские хоккеисты уступили со счетом 5-6 и, потерпев третье поражение подряд, проиграли в суперсерии. Из интересных статистических данных хочется отметить, что за исключением Солодухина и Шаповалова, представляющих Ленинградский СКА, все остальные хоккеисты советской сборной представляли 4 московских клуба. 13 игроков из ЦСКА, 7 игроков из Спартака, 4 из Крыльев Совета и 2 из Динамо. А вот из 14-ти клубов, выступавших в сезоне 71-72 в НХЛ, в канадской сборной были представлены 10. Шестеро хоккеистов были из Монреаль Канадиенс, по 5 из Бостон Брюнс, Нью Йорк Рейнджерс и Чикаго Блэк Хокс, 4 из Детройт Рэд Уинкс, 3 из Торонто Мэйпл Ливс, по 2 из Ванкобер Канакс, Баффало Сейберс и Миннесот и Норд Старс, а также один игрок из Филадельфия Флайерс. Больше всех в шайб суперсерии по 7 забросили Якушев, Фил Эспозита и Хендерсон. Что касается статистики бросков, то она довольно равномерная. 254 броска канадцев на 236 советских. Что ж, вот такой выдалась первая суперсерия между российскими и канадскими хоккеистами. Если это видео вам понравилось, то поставьте лайк, и я обязательно сделаю обзоры на следующие суперсерии между советскими и североамериканскими хоккеистами. Ну и конечно не забывайте подписываться на канал и любить хоккей как искусство. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok